Максим Горький, Горящее Сердце Давным-давно, в глубокую старину, жили на земле люди. Это были красивые и смелые люди. Непроходимые леса окружали с трёх сторон таборы этих людей, а с четвёртой была степь. Но вот пришла тяжёлая пора, явились откуда-то чужие племена и прогнали прежних вглубь леса. Болото и тьма были там, потому что лес так переплёлся ветвями от старости, что не пропускал солнечных лучей, а небо не заглядывало через кроны. Когда редкие лучи солнца пробивались сквозь толщу веток, от болот поднимался смрад, и люди задыхались от зловоний и гибли один за другим. И вот тогда стали плакать женщины и дети этого племени, а мужчины задумались и впали в тоску. Нужно было уйти из этого леса. Для этого были две дороги. Одна назад, но там были сильные племена, злые враги. Они могли уничтожить народ. Другая вперёд. Но там тоже были свои трудности. Деревья великаны так крепко сплелись ветвями, так глубоко ушли корнями в болото, что были непроходимы для женщин и детей. Опять можно было потерять большую часть племени. Ещё плотнее подступали деревья к людям ночами, когда они разжигали костры. Деревья угрожающе обступали вокруг. Казалось, они готовы раздавить людей. Ещё страшнее было, когда дул ветер, а лес тревожно гудел. Это были всё-таки сильные люди. Они могли бы биться насмерть с теми, кто однажды победил их. Но у них ранились заветы, и люди не могли погибнуть в боях. С ними погибли бы их заветы. А заветы надо было обязательно сохранить для потомков. Поэтому сидели люди и думали среди леса и смрадных болот, под глухой ропот леса. Они сидели, а тени от костров прыгали вокруг них в безмолвной пляске, будто злые духи леса. И ослабли люди от дум. В сердцах поселился страх. Он сковал их крепкие руки. Ужас родили женщины плачем над умершими и над судьбой искованных страхом живых. Сначала робко и тихо, а потом всё громче стали слышны лживые слова, призывающие забыть волю, сдаться победителям и тем спасти племя. Призывающие не бояться рабской жизни. Но тут явился Данка и спас всех один. Данка – один из тех правильных, верных заветам людей, молодой и красивый. Красивые всегда смелы. Он сказал племени правильные слова. Кто ничего не делает, с тем ничего не случается. Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте, пойдём в лес и пройдём его сквозь. Ведь имеет же он конец. Всё на свете имеет конец. Идёмте. Посмотрели на него люди племени и увидели, что он лучший из всех, потому что в глазах его светилось много живого огня и силы. Поверили люди ему и сказали – «Веди нас». Тогда он повёл. Дружно все шли за Данка, потому что верили в него. Трудный это был путь. Темно было, и болота разевали свою гнилую пасть, глотая людей. Деревья заступали дорогу. Много пота и крови стоил людям каждый шаг. Долго шли они. Всё гуще становился лес. Всё меньше оставалось сил. И вот стали роптать люди на Данка. Они говорили, что ведёт он их на погибель, молодой и неопытный. А он шёл впереди их и был бодр и ясен. Но однажды гроза грянула над лесом. Зашептали деревья грозно и глухо. Стало в лесу темно и страшно. Молнии летали над вершинами деревьев. Казалось, что вся тьма, какая была в мире, нависла над лесом и людьми. И деревья, освещенные неверным светом молний, казались живыми. Не пускали людей идти дальше. Корявые ветви деревьев великанов сплетали свои мощные руки и закрывали дорогу. Шли маленькие люди среди великанов. Качались и скрипели деревья и пели свою грозную песню. А из тьмы ветвей смотрела на людей что-то страшное, тёмное, холодное и враждебное. Это был трудный путь. И люди, утомлённые им, падали духом. Но им стыдно было сознаться в бессилии. Поэтому они в злобе и ярости обрушились на Данка. Человека, который вёл их, шёл впереди их. Утомлённые и озлобленные стали упрекать его в неумении управлять ими. Остановились они, усталые и злобные, среди дрожащей тьмы и стали судить его. Они говорили, что Данка вредный для них. Он повёл и утомил их. За это он умрёт. «Ты умрёшь! Ты умрёшь!» Кричали они. Данка, встав против них грудью, крикнул. «Вы сказали, веди, и я повёл вас. Во мне есть мужество вести. А что сделали вы для себя? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь более долгий. Вы только шли, как стадо овец!» Эти слова ещё больше обозлили людей. Олес гудел, и молнии разрывали ночь в клочья. Данка смотрел на тех, ради которых он понёс непосильный труд. Он видел, что они как звери. На лицах не было благородства, нельзя ждать от них пощады. Тогда в сердце его вскипело негодование, но от жалости к людям тут же погасло. Он любил людей и думал, что без него они погибнут. И вот, его сердце вспыхнуло огнём желание спасти людей, вывести их на лёгкий путь. И тогда в его глазах засверкал могучий огонь. А люди, увидев это, подумали, что он рассверепел, и они насторожились, как волки, ожидая, что он станет бороться с ними и стали плотнее окружать его. А он уже понял их думу, оттого ещё ярче загорелось в нём сердце. Олес всё пел свою мрачную песню и лил дождь. «Что сделаю я для людей?» сильнее грома крикнул Данка. И вдруг он разорвал себе руками грудь и вырвал из неё своё сердце, и высоко поднял его над головой. Оно пылало так ярко, сильнее солнца. И тьма разлетелась от света его и пала в гнилозе в болото. «Идём!» крикнул Данка и бросился на своё место, высоко поднимая сердце и освещая им путь. Люди бросились за ним очарованные. Тогда лес снова удивлённо зашумел, но шум был заглушён топотом бегущих людей. И теперь гибли, но гибли без слёз, без жалоб. И вдруг лес раступился перед ними и остался позади. Гроза была там, сзади. Тут люди окунулись в море солнечного света, блестела река, сыто вздыхала степь, был вечер, и от лучей заката река оказалась красной, как струя крови из сердца Данка. Он кинул взор впереди себя и порадовался вольной земле, засмеялся радостно и упал бездыханный. Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видели, что ещё горит, полыхает сердце смельчака. Только один осторожный заметил и, боясь чего-то, наступил на него. Оно рассыпалось искрами и угасло. Вот откуда они, голубые искры степи. Субтитры создавал DimaTorzok